Всех возбудили слухи об аварии, в которую попала Ксения Собчак в Краснодаре. И все стали рассуждать, виновата ли Ксения Собчак, которая сидела на заднем сиденье Мерседеса. Слушайте, ребята, это был не Мерседес, это был Майбах. В России так на минуточку 1800 Майбахов. А Майба в Краснодарском крае, доложу вам, это не автомобиль, это самолёт. Он не быстро едет, он низко летит. И когда оно низко летит, оно летит везде. Вот вы когда-нибудь видели правостороннее или левостороннее движение по взлётной полосе? И, соответственно, вот этот Майбах просто низко летел по своей стороне. Потому что если едет Майбах, или если едет глава МВД, или представитель Верховного суда, у них везде их сторона. И процедура полёта и приземления Майбаха, она тщательно отработана и описана во всех подробностях в Краснодарском крае. Включая вопрос взаимодействия с теми родственниками того идиота, который ехал по взлётно-посадочной полосе Майбаха так, как будто она шоссе. С одной стороны, ему в зубы вставляют пистолет родственнику погибшего. С другой показывают постановление об аресте в связи с финансированием терроризма. Объявляют, что с ним случится в тюрьме. Вот мы сейчас благодаря российскому Сноудену, программисту Сергею, хорошо знаем, что с человеком может случиться в тюрьме. И этот фсингейт будет только продолжаться набирать обороты. Я о нём говорила в прошлой программе. Я думаю, что мы будем говорить ещё во многих программах об этой истории. Так вот, человека с одной стороны пугают тюрьму, с третьей стороны в его дрожащую руку вкладывается некая пачка денег. Это очень древний обычай. Он восходит ещё к привилегиям французских аристократов перед революцией 1789 года. Потому что одна из этих привилегий гласила, что моя бричка едет впереди обывательской. Собственно, за этот обычай их на фонарях и вешали. Так вот, в связи с этими особенностями эксплуатации Майбахов, а также некоторых других машин, смертность от ДТП на дорогах Краснодарского края значительно превышает смертность от войны в Афганистане. В год там убивается где-то по малайскому Боингу, и это никого не волнует. И вот в этот хорошо отлаженный механизм низкого полёта Майбаха воткнули палку Ксению Собчек. Потому что, конечно, как только произносится фамилия Собчек, все камеры и твиттеры разворачиваются в эту сторону, все снимают штаны, приводят задницы в боевое положение, дают залп. И оказывается, уже невозможно применить стандартное для владельца Майбаха процедуру объяснение с жертвой. Ну, конечно, тут сделали всё, что можно в этих нелёгких условиях. Например, заметим, что Весьогонь сосредоточился на Ксении. И как-то заметим вопрос о том, кому принадлежал Майбах, что это был вообще за Майбах, как тушил из повестки дня. А насколько я понимаю, там человек, который владеет этими вип-такси, он какую-то недвижку имеет на первой линии в Сочи и так далее, и так далее. То есть, в этом смысле, представьте себе, кстати, ещё и этих несчастных ментов, которые обычно привыкли такого рода ДТП, как бы если сказать, монетизировать. А тут, благодаря участию Ксении Собчак, монетизация не получается. Единственное, что они могли продать, это видео с самим ДТП. Обычно в такой ситуации, как вы знаете, в России продают не видео, а свободу преступнику. Но, конечно, главный вопрос это, почему Ксения не осталась на месте происшествия, а вместо этого села в самолёт и улетела в Москву. Я должна сказать, что Ксения всё понимает насчёт пиара. Я думаю, что если бы она была в нормальном состоянии, она бы, конечно, не то что поехала на скорой в госпиталь, она бы поехала в госпиталь на катафалке, как на собственную свадьбу. Она бы притворилась больной. Она бы немедленно опубликовала себя в своём инстаграме без ноги. А если она не сообразила этого сделать, а вместо этого рванула аэропорт, то, видимо, она была действительно в плохом состоянии. И всё-таки я бы ещё добавила, что если бы Ксения всегда перемещалась на низколетающих майбахах, ну, как Маргарита на метле, то, скажем так, вероятность попасть в ДТП в Москве на собственном водителе, который низколетает, у неё была бы выше, чем вероятность попасть в ДТП в Краснодарском крае, на чужом майбахе. И, как я уже сказала, у меня просто есть подозрение, что просто летающий майбах является органической частью сочинского биома. И если бы в нём ехала не Ксения Собчак, а более привычная к этому майбаху тела, то вопрос о полной зачистке какого-либо информационного и уголовного следа от этой аварии решался бы традиционными сочинскими методами.